МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это информационная программа Республика и я, Ольга Григорьева. Сегодня в выпуске. Многое сделано, еще больше нужно сделать. В Новочебоксарске прошло совещание по вопросам развития дорожной сети. 100 тысяч за нарушение закона. В Чебоксарах началось судебное разбирательство в отношении участников пикета на президентском бульваре. Вековой юбилей. Сегодня 100-летний день рождения отмечает жительница Чувашии Татьяна Каркова. Средства Дорожного фонда Республики освоены в минувшем году не полностью, лишь 93%. Основная причина отставания – районные власти не нашли средств на софинансирование, хотя необходимые суммы были обозначены еще в начале года. Общий остаток составляет более 9 миллионов рублей. Чтобы не повторять ошибок прошлого года, глава Республики призвал руководителей муниципалитетов тщательнее проводить конкурсы на ремонт и реконструкцию, а также как можно раньше приступать к реставрации дорог. На совещании по вопросам развития городской уличной дорожной сети побывал мой коллега Дмитрий Ковалев. Ямы, колдобины, а на некоторых участках машины и вовсе застревают в глубокой колее. Многие новочебоксарские трассы ремонта даже текущего не видели на протяжении 10 лет, а то и больше. Наступило время решать наболевшую для города проблему. В прошлом году власти пустили большие ресурсы на реконструкцию двух основных магистралей. Новый асфальт положили на улице Пионерской. На въезде в Новочебоксарск вместо обычного перекрестка появилось транспортное кольцо. Оно разгрузило проходящий здесь поток автомобилей. Раньше на этой дороге часто появлялись пробки. Финансирование реконструкции дорог производилось из Республиканского дорожного фонда и местного бюджета и составило в 2012 году 82 миллиона рублей. Со стоимостью заключенных контрактов 86 миллионов. От проведения аукционов получен экономический эффект в размере 27 миллионов и 742 тысячи, что составляет 23 процента от первоначальных сумм, что позволило направить данные средства на дополнительную реконструкцию дорог в городе Новочебоксарск. Солидные средства направили на ремонт дворовых территорий. Всего за прошлый год в городе Спутники удалось реконструировать почти три километра. Но проблемных участков еще много. На этой карте красным цветом помещены дороги, которые пока только планируют отремонтировать. В следующем году работы проведут на шести участках. Войдет в этот список и магистраль по улице Промышленная. Многие автомобилисты сравнивают ее со стиральной доской. На пути десятки глубоких ям. В этом году в Новочебоксарске планируют отремонтировать более пяти километров и построить новую дорогу. Она соединит два отдаленных микрорайона. Дороги, требующие реконструкции, выбирать не пришлось. Улица Пионерская с момента строительства без капитального ремонта. Улица Южная фактически не была завершена с банкротством акционерного общества «Строитрест» номер 4, который брал на себя обязательства по строительству микрорайона. Улица Воинов-интернационалистов. Улица Винокурова. Деньги на ремонт уже заложили, но не на все объекты успели оформить проектно-сметную документацию. Пока перед подрядчиками готовы разыграть всего лишь два лота. Михаил Игнатьев призвал местных властей не срывать сроки. В прошлом году к реконструкции одного из участков дорожники приступили в конце лета. А уже осенью им пришлось догонять время и работать в три смены. Все зависит теперь, значит, какая улица первичная, где быстрее все будет проходить от подготовленной проектно-сметной документации. Ибо мы средства в общем заложили, когда будем сейчас распределять на уровне правительства, и это мы обязаны это сделать уже в марте месяце, там общая строка есть, депутаты и госсоветов тоже поддержали, в связи с тем, что мы только начинаем. А в дальнейшем, конечно, пойдет там два года, мы должны прийти к тому, чтобы уже каждый объект, он в бюджете Чувашской республики был предписан. Собравшиеся отметили, что новочебоксарские власти сработали на отлично, полностью освоив все выделенные средства. Но есть и антирейтинг. Туда попало шесть муниципалитетов. Хуже всего сработал Красночитайский район. Здесь на ремонт дорог пустили всего лишь 200 тысяч из запланированных трех миллионов рублей. В чем причина? Во-первых, несвоевременное обеспечение размещения заказа. К сожалению, районные власти на местах не вовремя и не всегда вовремя производят конкурсные процедуры, но эта причина одна из нескольких. В основном, перечисленные районы не нашли средств на софинансирование, хотя указанные суммы были доведены в начале года и, соответственно, побеспокоиться об этом должны были бы в самом начале года. Никаких сбоев быть не должно, отметил глава республики. Власти города Спутника все необходимые документы обещают оформить уже до конца февраля. Работы должны начаться вовремя. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. В мировом суде Ленинского района столицы начались разбирательства по административным делам в отношении трех пенсионерок. Все они участницы пикета против принятия закона об универсальной электронной карте. Исполняющая обязанности судей вынуждена была отложить рассмотрение дел. Причина? Женщины плохо понимают русскую речь, нуждаются в услугах переводчика на чувашский язык и юридической защите. Они также подали ходатайство о направлении материалов административных дел по месту их жительства. Большинство задержанных – пенсионеры, которые проживают в Шумерлинском, Канажском, Яльчикском районах республики. В отношении 37 участников пикета составлены административные протоколы за нарушение порядка проведения массовых акций и блокирования транспортных средств. Нарушение предусматривает до 100 тысяч рублей штрафа. Напомню, 27 ноября 2012 года во время сессии Госсовета Чувашии верующие перекрыли движение на проезжей части президентского бульвара, где располагаются здания правительства республики. Сотрудники противопожарной службы МЧС по Чувашии проверяют состояние наружного противопожарного водоснабжения по всей республике. Много неисправных источников в Валиковском, Чебоксарском, Порецком районах, а также в Алатаре и Ядрине. Впрочем, к содержанию столичных гидрантов у инспекторов тоже много вопросов. На сегодня в республике больше 11 тысяч источников противопожарного водоснабжения. Это пожарные гидранты и водоемы, пожарные пирсы, водонапорные башни. В пожарных установках в столице насчитывается более трех тысяч. Все они закреплены за организациями, на территории которых они расположены. Образовательные лечебные учреждения, места торговли, а если это жилые дома, то тут о безопасности должна думать управляющая компания ЛИТСЖ. Именно они несут ответственность за исправность и работоспособность своих гидрантов. Вблизи 23-й школы находятся два гидранта. Рабочие, но труднодоступные. В случае чрезвычайной ситуации, прежде чем тушить пожар, спасателям придется сначала очистить снег и убрать ледяные глыбы. К сожалению, на сегодняшний день у нас по Чебоксарам очень мало очищено пожарных гидрантов. Стоит отметить, что в зданиях с массовым прибавлением людей, тем более будет затруднено тушение пожаров при недостатке воды. Так как, как видим, заезд на территорию школы загроможден, нет возможности заезда пожарного автомобиля, пожарный гидрант не очищается, указатели пожарных гидрантов не соответствуют требованиям, а тумба вообще отсутствует. Утеплительные тумбы, которые требуются в зимний период. Такие нарушения у нас, к сожалению, встречаются по городу нередко. Цель проверки пожарной инспекции в зимний период направлен в первую очередь на своевременную очистку прилегающих территорий возле гидрантов. К сожалению, частое нарушение – отсутствие указателей месторасположения пожарного гидранта или водоема. Это отнимает много времени у пожарного расчета. А ведь от быстрой и слаженной работы пожарных зачастую зависят человеческие жизни и сохранность имущества. Претензий к собственникам против пожарных установок у пожарных много. Ответственным за них выпишут предписание устранить неполадки в кратчайшие сроки. Данифа Тагерова, Евгений Анисимов, Республика. На национальном телевидении и национальном радио Чувашии стартует социальный проект «Один день с профессионалом». При поддержке Министерства образования, экономического развития республики, администрации столицы, организаторы проекта, Республиканский общественный совет помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и молодежное добровольческое объединение Чувашии помогут ребятам определиться с будущей профессией. Кем хотят стать школьники, ответ на этот вопрос дал первый этап проекта. Республиканский конкурс творческих сочинений среди воспитанников домов-интернатов Чувашии. Популярными профессиями оказались машинист электропоезда, инженер, врач-ветеринар, резчик по дереву, но и многие другие. Победители получат возможность провести один день со специалистом в той профессии, которую они выбрали. Ребята смогут понять, как и что работает на практике. Все это будет показано в нашем эфире. Сейчас молодежь не интересуется своим будущим и не планирует свою рабочую карьеру. И вот в связи с этим был такой мозговой штурм проведен, и вышла идея по организации именно такого проекта, как один день с профессионалом. Почему мы решили провести этот конкурс среди детей из неблагополучных семей и детей, которые находятся в интернатных учреждениях, у них мало наставников, которые могли бы наставить их. Нету наследственности, как вот в семьях. Отец был водителем, сын тоже хочет быть водителем. Мать была бухгалтером, дочь тоже по ее стопам идти. А здесь у них нет ориентира, не на кого ориентироваться. Вот общественный совет и предлагает этот проект, чтобы поддержать детей, планировать свою будущую карьеру. Мы хотим показать детям через общение с профессионалами своей профессии, со специалистами своей профессии, что они должны знать и уметь по той профессии, к которой они желают стать будущим. Вековой юбилей сегодня отметила жительница Чебоксар Татьяна Егоровна Каркова. По данным на прошлый год, таких долгожителей в республике всего 13. Сегодня юбилярши участвовали родные и близкие. Поступило поздравление и от президента страны Владимира Путина его вместе со своими подарками в день рождения привезла большая делегация. Представители района и администрации столицы, городского пенсионного фонда, госсовета. Как дожить до 100 лет и сохранить бодрость духа? Далее в репортаже. Татьяна Егоровна в свой 100-летний юбилей в кругу семьи. Последние несколько лет живет в Чебоксарах у дочери. До того, пока справлялась совсем сама в деревне Синдемиркино Вурнарского района. Семья у Татьяны Карковой большая. Дети, внуки, правнуки и даже праправнуки, которых разбросало по стране. Санкт-Петербург, Москва, Ешкар-Ала. Мама моя отработала в колхозе самолет до 80 лет. Такие мелкие работы делала. А в 80 лет она уже была как домохозяйка. И дома все делала, сажала все в огороде, убиралась, сама себя обслуживала. Она одна жила и хлеб пекла. Про таких, как Татьяна Егоровна, обычно говорят, крепкий орешек. Она, как и многие на селе, поднимала сельское хозяйство. Пережила не одну войну, родила восьмерых. Похоронила супруга и троих детей. Словом, испытаний на ее женскую долю выпало немало. Но всегда было сильно желание жить и так и осталось. Командиром в юбке. Говорят о юбилярше родные. Она очень сама по себе такая позитивная женщина, понимаете. Поэтому она и в колхозе очень долго работала. За 70 уже было ей, когда она бросила работу. И поэтому, когда даже приходила с работы, она не уставала. У нее энергии столько было. Сегодня в доме именинницы полно гостей. Отчего сама она в растерянности. При всех своих командирских качествах не привыкла быть в центре внимания. Поздравления приходят от президента страны, администрации Ленинского района столицы, городского пенсионного фонда, депутатского корпуса и, конечно, самых дорогих людей. Спасибо. Настя, идем. Давайте посидите немного. Врачи говорят, долго живут те, кто не имеет вредных привычек, как Татьяна Каркова. Занимается физкультурой и живет не в загрязненных населенных пунктах. Родные юбилярши добавляют. Не обходятся при этом без генетической наследственности. Бабушка долго жила, и дед у нас в 8-90 или 86. Нет, не папа наш, а наш дед долго жил в 93-х, и бабушка долго жила. Это, наверное, долгожители. Условия для долгой жизни считают медики. Окружающие люди, с которыми живешь бок о бок, если желание жить сильно, то это и дает возможность год за годом отмечать дни рождения. Каждый в радости. Ольга Григорьева, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня в Чебоксарах открылся фестиваль шотландской культуры. В этом году организаторы решили посвятить его дню рождения знаменитого шотландского поэта Роберта Бернса. К слову, день рождения мастера баллад Бернса, который отмечается 25 января, один из самых дорогих для сердца шотландцев праздник. В Шонтландии этот день называют Бернс Сапе и едят традиционное блюдо хагес. Это сельская еда, которую любил сам поэт и даже написал оду хагесу. Как будет в Чебоксарах отмечаться этот праздник? Далее в репортаже. В четвертый раз любители всего шотландского устроят в Чебоксарах необычный праздник. Почти неделю в нашем городе будут звучать шотландские стихи, песни и танцы. Сегодня в национальной библиотеке открылась выставка, где собраны книги о родине верескового меда, терьеров и лохнецкого чудовища. Там же в фойе библиотеки можно побродить по фото-выставке «Шотландия в Чебоксарах». Культура Шотландии очень привлекательна. Ее любят во всем мире. Не только в России, не только мы ее любим. Она очень самобытна. Даже вот одно то, что мужчины в Шотландии носят килты, их национальный инструмент валынка, их национальное блюдо хагес, это известно всем. И это, собственно говоря, нас и очень привлекает. Кроме того, мы сами в Чебоксарах занимаемся шотландскими танцами. Отдельный день организаторы фестиваля решили посвятить шотландской поэзии. 17 января в стенах национальной библиотеки будут звучать стихи знаменитого Роберта Бернса. На следующий день своим творчеством порадуют гости из Казани Виталий Харрисов и фолк-группа Улен Шпигель. В следующий день у нас посвящен, можно так сказать, танцам. Национальным шотландским танцам. Это уже 19 января. Здесь же в национальной библиотеке пройдет шотландский бал. Хочется сказать, что этот бал у нас в Чебоксарах проводится впервые. Это мероприятие будет абсолютно свободным. На него могут прийти те, кто может танцевать шотландские танцы, занимается шотландскими танцами, а также просто зрители. Совершенно необязательно уметь танцевать. Можно прийти посмотреть. Для этого будут специальные места по периметру зала, сидящие места для зрителей. И кроме того, по программе бала предполагается, что будут несколько танцев очень простых для всех, в том числе и для зрителей. То есть зрители могут встать и тоже приобщиться, потанцевать шотландские танцы. Они очень простые, специальной подготовки для этого не нужно. Тем, кому понравятся шотландские бальные танцы, могут выучить самые простые па во время мастер-классов. Всех желающих приглашают в ДК имени Хозангая, где с каждым позанимаются лично. В Шотландии до сих пор сочиняют эти танцы, схемы этих танцев. Их танцуют от мала до велика. Никаких ограничений в возрасте, никаких ограничений социальных, абсолютно. Это живая культура, которая объединяет их между собой. Может быть, нам чему-то стоит поучиться. Фестиваль продлится до 20 января. За это время в нашем городе побывают авторы, исполнители, музыкальные и танцевальные коллективы из городов Москва, Казань, Нижний Новгород. Организаторы предполагают, что к культуре килтов, волынок и хагиса приобщаться более 600 человек. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Судя по всему, фестиваль обещает быть интересным. А у меня на сегодня все. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин